Привет! Меня зовут Денис Мотив, и я предлагаю вам бесплатный видеокурс для начинающих музыкантов с созданием музыки в FL Studio с нуля. Наверняка вы сейчас думаете, что хотя бы из этого курса вы сразу всё поймёте и начнёте писать хиты, но я бы хотел вас предупредить. Для начала важно понять, что путь будет долгим и не всегда простым, и какой бы курс вы не выбрали, всё зависит в конечном итоге от вас и только от вас. Вам нужно определиться, для какой цели вы хотите писать музыку. Чтобы быть круче других? Чтобы получить признание противоположного пола или срубить много бабла? Может быть вы думаете, что быть музыкантом легче, чем офисным планктоном? Или, наконец, потому что не заниматься музыкой вы просто не в состоянии? Если вы выбрали последний вариант, то это она. Единственная причина делать это – писать музыку. Возможно, вы уже перепробовали на практике ряд музыкальных программ, пересмотрели кучу других уроков и перечитали всевозможные статьи и форумы, но ничего так пока и не поняли. А может быть это вообще первый видеоурок, который вы встретили в сети интернет? Главное сразу понять, что любой успех – это 90% труда и только 10% таланта. Так что, если вы не ощущаете себя юным Моцартом, но желаете им стать, то запаситесь терпением, упорством, выдержкой и даже самообладанием. Ну что ж, приступаем. Этот курс рассчитан на новичков, которые либо никогда не открывали FL Studio, либо открывали, но быстро закрывали, не понимая, как можно писать музыку в этой программе. Если вы считаете себя продвинутым пользователем, то, возможно, вам будет нечего почерпнуть из моего курса. В первом уроке я хочу затронуть основные термины, употребляемые при написании электронной музыки, а также краткий обзор необходимого оборудования для начинающих, без которого дальнейшее углубление в музыкальные дебри будет напоминать осмотр морского дна без акваланга. Я хочу рассказать вам о музыкальной программе FL Studio 10. Да, именно этой программе и именно этой версии. Опустим сейчас все обсуждения о том, что эта программа чего-либо недостойна в этой жизни. Если вам неприятна эта программа по определению, выключайте это видео и ищите другие курсы про другие программы. Кстати, я бы вам посоветовал курсы в онлайн-школе звук.ру от Никиты Сталкера, в которых много рассказывается про программу Ableton Live. Я также хочу показать вам, в чем преимущество FL Studio перед другими программами написания музыки. Как мне кажется, эта программа лучшая для PC именно для создания музыки. Ну и как доказали последние версии, по качеству звука она встала в один ряд с лучшими программами-секвенсорами. Что это за слово такое незнакомое, секвенсоры? Ооо, вам еще много терминов предстоит узнать в этом курсе. Постараюсь рассказать все по порядку и на доступном всем новичкам языке. Я тоже в начале 2000-х был новичком, но у меня не было подобных курсов под рукой. Я пробовал писать музыку почти во всех программах и ставил все палогины подряд, даже не зная зачем они нужны. Я не имел никаких профессиональных сэмплов и ваншотов. Писал музыку на не слишком быстром компьютере, без какой-либо специальной аудиокарты. Я даже не мог и мечтать о профессиональных колонках. И не знал, что такое компрессия и эквализация. Я не знал всего того, что я собираюсь вам сегодня рассказать. А это точно сократило бы мне лет пять проб и ошибок. Так что сейчас вы, развалившись в своем стуле, затарившись чипсами и лимонадом, узнаете так много, на что раньше обычный новичок тратил по несколько лет. Можно сказать, что я вам даже завидую. Мне бы кто-нибудь подарил такой курс лет десять назад. Ух, я бы сейчас. Но что-то я отвлекся. Прошлое осталось в прошлом, а здесь и сейчас знания стали доступнее. Возможности стали проще и новые технологии делают освоение всего этого легче для начинающего музыканта. Сейчас вы можете купить себе нормальный ноутбук, например, с процессором прошлогоднего поколения. С оперативкой не меньше 4 гигабайт, чем больше, тем лучше. И большим объемом харддиска. Обычно такие ноутбуки называются игровыми или мультимедийными. Да-да, на них можно рубиться самые распространенные шутеры. Но если вы будете тратить на игре много времени, то про музыку можно забыть. Потому что музыка любит внимание и постоянную тягу к себе. Кстати, привет ревнивой подружке, ей это теперь придется нелегко. Так что купив ноутбук для игр, вы получите хорошую и мощную систему. Кстати, обязательно 64-битную, потому что 32 бита – это уже прошлый век. Между прочим, не обязательно покупать ноутбук. Можно собрать самому или купить готовый супер-мощный мегакомпьютер достаточно даже по меркам прошлого года. С несколькими терабайтами объема харддисков и успешно писать музыку дома. Единственный минус – это отсутствие мобильности. Нельзя взять стационарный компьютер, например, на дачу, в путешествия, любимое кафе и писать музыку в этих вдохновляющих местах. Так что любители занятий на свежем и не очень воздухе, подумайте об этом преимуществе ноутбука до покупки стационарного компьютера. Не могу не сказать о таком преимуществе ноутбука, как возможность давать с его помощью лайвы в клубах, но об этом я расскажу в другом курсе, следите за обновлениями на моих страничках. Еще одно отступление. Я ни слова не говорю о маке по ряду причин. Первое – это потому, что FL Studio под мак еще не существует. Второе – это потому, что многие из начинающих музыкантов не могут позволить себе купить MacBook или iMac в силу финансовых затруднений. Третье – это потому, что PC для написания музыки подходит не хуже мака. Может быть менее стабильная система, но точно не настолько хуже Apple-овского продукта, как расписывают знатоки. Продолжая о стационарном компьютере, советую не сильно тратиться на видеокарту. Вам с лихой хватит и простой офисной. Слышу уже возгласы с вопросами, а где же хоть слово про профессиональную аудиокарточку? Мы же хотим стать профессиональными музыкантами. У нас же должно быть все профессиональное. Да, соглашусь, но вы же сейчас кто? Авторитетные профики? Знаменитые музыканты? Если вы смотрите это видео и еще не выключили его, то значит вы начинающие. В этом нет ничего плохого. Скажу очевидную вещь, что когда-то все были начинающими. Даже радиохеты или дипешмод. И далеко не у каждого была в начале карьеры крутейшая гитара от Гибсона или только что вышедший модный синтезатор. Они писали музыку на том, что могли себе позволить. И это не мешало им стать известными у местной публики в начале карьеры. И возвращаясь к нашим барабанам, если вы можете себе позволить купить внешнюю аудиокарточку, то покупайте и будьте хорошо укомплектованными. Но это не даст вам гарантию того, что вы станете классным музыкантом. Плохому танцору и туфли жмут. Вот что я вам расскажу про аудио интерфейсы. Главная задача аудиокарточки – это ее характеристики для записи внешних инструментов. И меди-порт для записи синтезаторов по старому 5-пиновому проводу, который сейчас, в 2011 году, стал настолько неактуальным, что многие производители даже перестали размещать этот вход на своих девайсах, меди-девайсах. Если вы начинающий музыкант, то скорее всего вы сейчас меньше всего думаете о том, как покачественнее бы записать живую гитару или свой голос. Вам бы сейчас понять, как программа работает, а не как записать свои умения с живой игры на инструментах. Дело в том, что уже несколько лет многие встроенные в материнскую плату аудиокарточки отвечают довольно-таки высоким требованиям. Все эти 5.1, 7.1 и выше подразумевают, что аудиосигнал должен быть с хорошим качеством. Поэтому использование встроенной аудиокарты не помешает вам в первые годы выжимать из нее достойные результаты в музыке. Перейдем к следующему уроку.